Вы слушаете канал жааш.клаб, орангутаны изменили поведение после разрушительных пожаров. Приматологи обнаружили, что последствия катастрофы сохранялись спустя годы после того, как дым рассеялся над лесами Борнео. На острове Борнео около 4 утра, в это время обычно исследователи покидают свой лагерь. В темноте они идут под ощатым настилом, ряды одиночных деревянных досок, которые обеспечивают прочную опору в болотном лесу. Там, где кончаются доски, ученые осторожно ступают по колено в грязь и идут по корням деревьев. Команда надеется добраться до спящего орангутанга до того, как она проснеча и помочится. Они соберут мочу на анализ. Затем будут следовать за ней, регистрируя ее активность каждые две минуты до наступления темноты. Образец утренней мочи и другие пакеты, заполненные в течение дня, в конечном итоге будут проанализированы в лаборатории. Выслеживать орангутангов в тропических болотистых лесах Юго-Восточной Азии непросто. Если вы думаете, что стоите на твердой земле в какой-либо точке, это иллюзия, говорит Венди Эрб, приматолог, изучающая животных на Борнео в течение последнего десятилетия. Одно движение от корня, и исследователи полностью промокнут. Эрб и его коллеги называют особенно промокшие участки леса, болотами печали. В сухой сезон, примерно с марта по октябрь, земля затвердевает, и походы становятся относительно легкими. Но тогда исследователи и животные, которых они изучают, сталкиваются с более серьезным риском, чем грязь. Болота состоят из торфа, медленно разлагающегося мертвого материала, который легко воспламеняется. Малейшая искра может поджечь лес. Именно это произошло в 2015 году, очень засушливом году из-за Эльнини. Сотни пожаров бушевали на Борнео. Орангутаны и другие обитатели лесов бежали от огня, но не могли спастись от ядовитого дыма, который месяцами душил их среду обитания. Фото атласобскура.ком, это было похоже на желто-оранжевую дымку. Это что-то вроде мира грез, говорит Эрб. Даже после того, как дым рассеялся, он продолжал вызывать проблемы. Из-за дымки деревья лишились свежего воздуха и солнечного света, а фруктов, любимой пищи орангутангов, стало мало. Из-за обитания в менее плодородном лесу отношения между обезьянами испортились. Взрослые избегали друг друга, чаще дрались и бросали собственных детей. Недавняя статья в международном журнале приматологии документирует эти поведенческие изменения и показывает, как говорит автор исследований и приматолог Цюрихского университета Мария Ван Нардвейк, эти пожары действительно имеют долгосрочный эффект. После шимпанзе и горилла орангутаны – ближайшие родственники человека в семействе человекообразных обезьян. В дикой природе приматов, находящихся под угрозой исчезновения, можно найти только на островах Юго-Восточной Азии Борнео и Суматра, где они проводят большую часть своего времени, отдыхая, питаясь или перемещаясь между ветвями деревьев. Фото, атлас-обскура.ком Около 2500 диких орангутангов живут в заповеднике Мавас, около 2500 квадратных километров заболоченного леса в Калимантани, индонезийской части острова Борнео. На небольшом участке этого леса в начале 2000-х Ван Нардвейк и его коллеги построили несколько хижин с жестяными крышами и открыли Туананскую исследовательскую станцию по изучению орангутангов. С тех пор, благодаря более чем 60 тысяч часов наблюдения, команда задокументировала более 70 различных орангутангов, большинство из которых привыкли к присутствию ученых, нет ничего более волшебного в мире, чем быть полностью проигнорированным диким орангутангом, и просто позволить ему заниматься своими делами, говорит Элисон Ижбери, соавтор работы из Константского университета. В социальном отношении орангутаны, лесные интроверты, говорит Ижбери. В Туанане самцы обходят большие площади, спариваются с разными самками, а затем скрываются. Самки в основном держатся на своих территориях площадью около 2,5 квадратных километров, потомство остается с матерями около 8 лет. Несмотря на склонность к одиночеству, взрослые самки встречаются по крайней мере по одной причине, чтобы их дети порезвились вместе. Фото.атлас.obscura.com приматологи подозревают, что эти игры имеют решающее значение для развития, молодые орангутаны многому учатся в обществе, так же, как и человеческие дети. У них нет врожденных инстинктов других животных, где они могут просто понять это самостоятельно. Они учатся у своих мам и сверстников, говорит Ижбери. Есть чему поучиться, что есть, как лазить и строить гнезда из лиственных ветвей, что можно и чего нельзя делать в обществе орангутангов. Во время Б. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб